что такое сопереживание и в чем его отличие от сочувствия сопереживание созидает связь сочувствие ведет к разрушению связи это очень интересно тереза вайсман ученая изучала много разнообразных профессий частью которых является проявлять сопереживание или эмпатию и она выделила четыре вида сопереживания говоря в общем сопереживание это умение примерить на себя перспективу другого человека ну или распознать его переживания как его личные не осуждать как это не просто особенно когда ты наслаждаешься этим также сильно ну как в принципе большинство из нас распознать эмоцию в другом человеке и впоследствии наладить не связь вот что такое сопереживание сопереживание это переживать вместе с человеком я всегда думаю о сопереживании как о ком-то в сокрытом месте когда кто-то в глубокой яме и они кричат оттуда из глубины я застрял тут темно я растерян и мы смотрим на это и говорим эй и карабкаемся вниз я знаю как это здесь внизу ты не один сочувствие это у плохо да бутерброд будешь сопереживание это выбор и это очень непростой выбор для того чтобы наладить связь с тобой я должен наладить связь с чем-то внутри себя чтобы понять что я знаком с этим чувством и знаком ли вообще очень изредка если вообще когда-либо сопереживающий ответ начинается с ну хотя бы ага и мы делаем это постоянно потому что знаешь что кто-то поделился с нами чем-то что его очень ранит и мы пытаемся доказать что нет худа без добра возможно это не совсем правильная формулировка но я все равно ее использую мы пытаемся обрисовать услышанное серебряной каемочкой в общем у меня случился выкидыш а ну хотя бы ты знаешь ты можешь забеременеть мне кажется мой брак рушится а ну хотя бы ты замужем джона выгоняют из школы ну хотя бы сара у тебя отличница одна из вещей которые мы иногда делаем когда мы сталкиваемся с очень трудным разговором мы пытаемся заставить ситуацию казаться лучше если я поделюсь с тобой чем-то мне бы скорее хотелось чтобы ты сказала я даже не знаю что сказать но я рад что ты поделился со мной потому что правда в том что ответ вряд ли сделает эту ситуацию лучше что действительно может помочь так это чувство что ты рядом чувство связи и соучастие